Всем привет, мои хорошие! Мы с Твиксом рады вас видеть на нашем канале. Я сейчас буду снимать мукбанг. Жаль, что не я. Ну да, сегодня не ты. Смотрите, какой красавец. В общем, сегодня у нас с вами сладкий мукбанг. Это вот такие вот вафли мягенькие. Сверху здесь фрукты, это киви и шоколад. Это очень вкусно на самом деле. Обычно я беру без киви, так намного дешевле получается. В этот раз решила гулять так гулять, как говорится. Как ваши дела? Пишите в комментариях. Сегодня мне к зубному. Дел много. Зубной тоже куда-то уезжает. Куда, я говорю, ты уезжаешь? Еще дел дофига у меня во рту. Куда ты? Но, к сожалению, у него тоже своя жизнь. И понятное дело. Я, блин, вечно, сколько себя не помню, вечно я хожу к стоматологу. Вот просто без этого никак. Это просто часть моей жизни. И когда люди говорят, что я боюсь стоматологов, мне всегда хочется сказать, а я их просто обожаю. Постоянно к ним иду. Начиная с того периода, когда мне поставили брекеты. Изначально мне сказали, что вот, поносишь там брекеты полтора года. И что вы думаете? Я носила их три с половиной года ровно. Когда их снимали, то есть это было не время их снимать. Мне стоматолог сказал, что надо еще бы походить. Я говорю, все, у меня уже терпения нет. Как в тему Кида. Ну, зато теперь у меня прямые зубы. Во всем надо искать плюс. Даже в этой пандемии, если вот так вот посмотреть со стороны, есть куча плюсов. Например, раньше мы работали в офисе. А сейчас наш босс нам говорит, так же, как говорит журналистке, журналистке, вот, Лиля. Лиля. Нам тоже. Хотите, приходите. Хотите, нет. Все зависит от вас. Главное нам, чтобы вы проделывали свою работу. А что вы там будете делать в процессе этого? Пить чай? Или просто создавать видимость того, что вы работаете на работе? Уже пофиг. Мне кажется, у нас немного сильно придираются к каким-то моментам. То есть, например, внешний вид. Например, я работаю в офисе. В главном офисе меня никто не видит-то. То есть, клиенты напрямую со мной не контактируют. Вот какая разница, в чем я? Классика это. Или в спортивках я пришла. Главное, чтобы мне было удобно. И главное, чтобы я хорошо проделывала работу, которую мне поручили. Такие моменты конкретно подбешивают. Если честно. Вот я считаю, что работник на работе должен чувствовать себя как-то, ну не знаю, комфортно, как дома. Должен любить свою работу. А не то, что... Не знаю, у меня дворная сестра, например, работает в банке. Она живет в России, и у нее на работе дресс-код. Типа нельзя яркие ногти. Хотя она жутко любит яркие ногти. Из-за работы ей приходится постоянно делать нюд. Вот насколько это правильно. Я, например, клиент, который приходит в банк. Вот какая мне разница, какого цвета у оператора ногти. Мне параллельно. Такие некоторые вещи до меня немного не доходят. Например, моя дворная сестра. И что теперь всю жизнь делать нюдовые ногти? Не знаю. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Вот на работе, в которой работаете вы. Есть ли какие-то ограничения по поводу внешнего вида? Форма, я поняла. Мне кажется, придираться к макияжу и маникюру это как-то слишком. Давай, Твиксик, что у тебя было видно. Смотрите, он сюда сел. Видно тебя? Узкий твой только видно. Только узкий. Такой ласковый. Просто идеальный котик. Сделала себе тенюшки, типа такие, знаете, ультрамодные. Получились какие-то больные глаза. Не понравилось. Неудачно. Ммм, гляньте просто. Это настолько вкусно. Это обалдеть, как вкусно. Маме в тот раз показала, говорю, мам, давай рецепт снимем, давай попробуем приготовить. Она говорит, нужна специальная какая-то посуда, которую нужно купить. Стоит она тоже небюджетно, так скажем. Я сказала, ладно, давай всегда покупать. То есть если просто на обычной сковородке, это нельзя приготовить. Сидели мы, значит, вчера, по-моему. Нет, позавчера. Беру с парнем в ресторане. И мы вроде в одном месте посидели. Поели уже. А мы прям очень любим шаурму. Для нас это просто лучшая еда. Я говорю, как хорошо, что, любимая, ты любишь шаурму. Вот когда мы с тобой будем жить вместе, я не буду готовить. Просто заказала шаурму и все, готов. Ужин готов. Он обожает шаурму. И мы вроде как посидели в одном месте, потом погуляли. И я, как бы, можно сказать, сытая была. Наткнулись. На него. Ты же не съешь, Трикс. Нат, ты будешь это? Нет, конечно. Вот всегда у него голодные глаза. В общем, посидели в одном месте, прямо досыто поели. Потом гуляем и натыкаемся. Как вы думаете, на что? В общем, в одном месте. Там очень вкусная шаурма. Очень. У него парня немножко так появляется живот. Ну, как немножко. Появляется конкретно живот. Он поправляется. Я ему говорю, что давай лучше просто погуляем. Я говорю, и я поправляюсь, и ты поправляешься. Будем такие два жирных. И он мне такой говорит, да ладно, говорит, завтра похудеем. Я говорю, завтра я буду снимать мупанки. Я не смогу не есть. И он мне такой, ну, мы сейчас покушаем шаурмы и походим тут еще дофига. Хантвикс. Ты же не будешь это есть. Я с вами парню говорю, вот я буду, например, толстая. Ты будешь меня любить? Он такой, конечно. Пойдем, говорит, пожрем. Ты толстая, я толстая. Какая нам разница, говорит? Ты мне нравишься любая. Я тебе нравлюсь любой. Можно поправляться. Пофиг, кто что подумает. Я так угорала над тем, как мы стояли перед этим заведением. И он меня уговаривал, что нет, нам нужно поесть эту шаурму. Я даже ему предложила, я говорю, если ты так хочешь, мы можем зайти, ты можешь поесть. Я просто попью там, не знаю, чайок. Потом я предложила взять одну шаурму, разделить пополам и поесть вдвоем. Он мне такой говорит, ты знаешь, как выглядит. Это выглядит, как будто крыса. Зажал деньги для девушки и не стала покупать две шаурмы. Как на меня посмотрит официант. И я такая, ну ладно тогда. Уговорил, сказал. Я пойдем пожрем. Хотя я тоже хотела, если честно. Но я просто стараюсь так сильно прям не наедаться. Ну а зачем? Лишние килограммы потом сбрасывать сложно. Если в этом возрасте уже набирать. Короче, конкретно поели мы, обожрались. А потом даже не походили, потому что не было возможности ходить. Настолько наелись. Просто я угарнулась во фразе, что я тебе нравлюсь, ты мне тоже нравишься. Если ты поправишься, ничего. Если я поправлюсь, ничего. Зачем нам кто-то? Пойдем пожрем. Нам необходима эта шаурма. В последнее время я так полюбила шаурму. Вы знаете, что это за звук? У бабушки есть сумка с ее одеждой. И вот сейчас микс там лазит. Сейчас быстренько пойду чистить зубы. И к стоматологу. Надеюсь, он никуда не уезжает. В общем, на этом все. Вафельки были обалденно вкусные. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. Целую. Пока.